Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. И сегодня я хочу поделиться вот таким вот необычным рецептом печенья. Для приготовления я беру 500 грамм просеянной муки, 1 столовую ложку сахара и щепотку соли, 1 пакетик разрыхлителя, у меня 12 грамм. Перемешиваю все и добавляю 300 мл растительного масла и 200 мл белого вина. Вину можно использовать абсолютно любое. Начинаю замешивать тесто. Хочу рассказать также, что в оригинале этот рецепт не содержит в тесте ни сахар, ни соль. Для меня это слишком нейтрально, все-таки хочется создать какой-то баланс. И это единственное изменение, которое я внесла в данный рецепт. Использовать немножечко сахара и щепотку соли. Для того, чтобы создать все-таки вкус тесту, чтобы оно не было буквально вот такое вот нейтральное, а чтобы все-таки обладало своим собственным вкусом. После того, как я перемешала, я начинаю постепенно добавлять муку еще до получения мягкого, не слишком липнущего теста. В среднем у меня всегда уходит еще 100-120 грамм муки. Поэтому общее количество муки примерно 600-620 грамм. Смотрите по своей муке. 500 грамм обязательно уйдет, а потом начинаем добавлять постепенно муку. И добиваемся вот такого вот мягкого, не липнущего к рукам теста. Долго это тесто вымешивать не нужно. Тесто не чересчур липнущее, чтобы можно было с легкостью отщипывать от него кусочки и раскатывать небольшие лепешечки теста. Вот такое, посмотрите, сейчас очень хорошо видно. Тесто мягенькое, не слишком плотное, но и не липнущее. Отставьте тесто в сторонку отдохнуть минут буквально 10. Этого довольно. А тем временем приготовим начинку. У меня здесь 160 грамм перемолотых грецких орехов. Орехи можно предварительно подсушить. Я перемолола их на мельнице для орехов. Можно размолоть в блендере. И добавляйте любой джем. У меня домашний джем из айвы. Добавляю примерно 4 столовые ложки. Добавляйте тоже постепенно. И смотрите по структуре, чтобы начинка вся объединилась, не осталось сухих, не промешанных орехов. Чтобы вот такая вот была гладкая, однородная масса. И все. В принципе печенье получается, как видите, постное. Не содержит ни молочных продуктов, ни яиц, ни сливочное масло. И потом, после того, как тесто слегка отдохнуло, мне удобно это делать столовой ложкой. Объем 15 мл. Отделяю кусочки теста. И раскатываю просто, можно вот так на ладони просто растянуть. Тесто очень податливое, мягкое, эластичное. Растягиваем небольшую лепешечку. И выкладываю примерно чайную ложечку начинки. Либо чуть меньше. И просто вот так защипываем, как мешочек, наверх теста. Можно сделать небольшие защипы, пока я ем, чтобы более там красиво смотрелось. Но в принципе это печенье, оно так и выглядит, как вот такие вот маленькие мешочки из теста с начинкой внутри. Можно использовать начинку любую по вашему вкусу. С орехами это просто невероятно вкусно. Можно брать просто джим. Можно взять большую часть какого-то повидла и совсем немного орехов добавить. Можно яблоко обжарить, сделать яблочную начинку, либо натереть на терке. В общем, тут уже разные варианты. Кстати, существует еще один вариант такого печенья. Оно называется в оригинале по-сербски ружице, что значит розочки. Потому что при выпечке вот эти вот бомбочки, тесто, они могут расходиться. Краешки там какие-то неровные будут и выглядят, как такие цветочки с начинкой. Поэтому не пугайтесь, если у вас там что-то разойдется, будет неплотно сформировано, абсолютно нормально. Можно на столе формировать печенье. Вот я показываю, один лист сформировала, выложила на лист, застеленный пекарской бумагой, на незначительном расстоянии друг от друга, чтобы печенье не слиплось во время выпечки. И формирую следующий лист. Духовку очень хорошо разогреть. У нас должна быть достаточно высокая температура, 230, даже 240 градусов. Печенье выпекается очень быстро. Здесь очень важна температура выпечки. Обратите на это внимание. Чтобы печенье выпекалось достаточно быстро, но не зажаривалось. Оставалось, видите, оно у меня бледненькое. Оно выпекалось у меня в среднем где-то около 13, ну максимум 15 минут выпекайте. Конечно, чтобы оно пропеклось, не осталось сырым, но в то же время было вот такое вот не зажаристое, а бледненькое. Такая вот быстрая выпечка при высокой температуре сохраняет вот эту вот хрупкость печенья. И горячее печенье, как только я достала его из духовки, я сразу же обваливаю в сахарной пудре. И потом уже выкладываю на решетку, либо на какой-то лист, застеленный бумагой. Охлаждаю и потом уже складываю в какую-то посуду. Кстати, спрашиваете, где храню? Храню в жестяных коробках, очень удобно. И посмотрите на разломе, какое оно хрупкое. Вот очень такое вот тающее во рту, с очень вкусной начинкой. Может долго храниться, посмотрите, оно просто вот тает, ломается буквально в руках. Поэтому, когда обваливаете в пудре, будьте аккуратны. Готовьте с удовольствием. Я думаю, вам понравится тоже такой необычный рецепт. Всем вкусного печенья! А мы с вами увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайки. Рада любой обратной связи. Всем пока!